Все мы привыкли, что телефонный номер 103 это некая данность. Он всегда работает и там всегда должны помочь. Каким бы ни был человек, богатым или бедным, он всегда должен рассчитывать, что скорая помощь к нему приедет. Но за последние несколько лет экстренная медицина в Украине столкнулась с такими проблемами, которые ставят под угрозу существование самой системы скорой помощи. Врачей и медработников буквально превращают в нищих. Вынуждают искать любую другую работу, чтобы можно было позволить себе элементарное еду, одежду, жилье. Почему так получается? Будем обсуждать сегодня очень подробно. Ну а начнем с материала Евгения Коваленко. Просто посмотрите, в каких условиях работают люди, от которых может зависеть жизнь каждого из нас. Здесь стоит запах сырости и гнили. Эти миски и бочки наполняются водой всего за несколько часов. Все сыпется и валится. И это не заброшенное здание, а рабочее место врачей. Станция экстренной медпомощи в Белой Церкви. И вот это в такой комнате еще месяц тому жили водители. Сколько не делали ремонтов косметических буквально тиждень-два, ну месяц, и снова все рушится. Водители переселили в другую комнату, но и в ней не лучше. Стены и потолок тоже покрыты плесенью, разве что капает не так сильно. Ну неужели хоть один чиновник себе позволит жить в таком помещении? А простой пересечный работник – да, будь ласка. Вибачь, ну это же не бидло. Это тоже люди. Но других помещений нет, а на ремонт не хватает денег. На выклик выезжает 218-я бригада. Подстать старому зданию автомобили. Этой машине скорой помощи уже более 20 лет. Вся в трещинах и ржавчине, но до сих пор ездит на вызовы, ведь машин катастрофически не хватает. Фельдшер Евгений утверждает, эта машина вообще не предназначена для медпомощи. Мы уже как-то постарались нафаршировать ее кислородным ингалятором. Вот даже, чтобы поставить, вы видите, систему, капельницу, и то сами переробили. У нас стеночки такие есть. Нема ни розеток для подключения медической аппаратуры. Нет также перегородки между водителем и салоном. А значит, нельзя перевозить инфекционного больного. Если же случай тяжелый, то пациент в такой скорой вряд ли доедет до больницы. Если более тяжкие переломы хребта, то необходимо, чтобы был вакуумный матрас. А здесь есть только устаревшие щиты. В целом, только на этой станции не хватает около 30 машин. Правда, недавно пригнали два новеньких автомобиля. Но, опять же, мы не можем их запустить в действие, потому что требуют, другие государственные структуры требуют за это большие деньги, зарплаты, податки за эти автомобили. Вот и получается финансово-транспортная кома. Денег нет ни на запуск новых, скорых, ни на ремонт старых. У нас вымагают, скажем, доехать в сельское место за 20 минут, или по месту за 10 минут. Практично на 80% мы не достигаем. Половина автомобилей, они в дальнем дно уже вычерпали свой ресурс. Обычно водители покупают запчасти за свои деньги. Зарплата водителя скорой такая же, как у фельдшера, чуть больше 3 тысяч. Чтобы как-то выжить, все трудятся на нескольких работах. Даже форму иногда приходится покупать за свои деньги. Выдают только зимние куртки и штаны. Нехватку кадров, скорых и лекарств чувствуют на себе и пациенты. Елена Павловна гипертоник, начинает свой день с таблеток и тонометра. 164 на 102. Давление высокое и в любой момент может подскочить. Когда у меня было 220 давления, скорая приезжала и говорила, вы знаете, у нас медикаментов нет, у нас уколов нет, у нас шприцов нет. Поэтому медикаменты у Елены Павловны теперь всегда под рукой. Врачей вызывают только тогда, когда совсем плохо. Но если раньше скорая, пусть и без лекарств, но приезжала, сейчас предлагают консультацию по телефону. Скорая говорит, мы по гипертонии не выезжаем. Мы вас сейчас соединим с врачом. У тебя руки холодные, ноги холодные, язык уже не шевелится, ты уже вся синяя, а врач тебе говорит, выпейте сердечные капельки. Ведь теперь высокая температура или давление не повод вызывать скорую. С такими недугами нужно обращаться к семейному врачу, объясняют в Минздраве. То есть или идти в больницу самому, или ждать неотложку. Теперь врачи скорой будут выезжать только к тем, кто при смерти. Они не должны лечить. Водитель и парамедик будут только доставлять пациента в больницу. Но что, если скорую пациенты просто не дождутся? У них постоянно нет бензина или что-то с колесами. И такая ситуация в маленьких поселках повсеместно. Вот на Дворнянское отделение Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф. Два пижобоксера, одна газель и три старенькие уазика. Скромный автопарк на более чем 100 тысяч человек. Машины у нас работают круглодобово. Это один из пунктов на Дворнянского отделения экстренной медпомощи. Делятинский обслуживает один поселок и три горных села. На все про все вот этот ржавый уазик. По здешним дорогам он колесит уже больше 10 лет. В любую погоду на летней резине. Мария вызывала скорую год назад. Свою путешествие в роддом женщина не забудет. Дмитрий работает фельдшером уже 24 года. Говорит, часто не успевает на все вызовы, ведь миссия невыполнима. Бывает, что едем на один выключ, там уже поступает другой выключ, третий выключ. Один за одним. По этих дорогах не раз и 45 до годины треба ехать. А подмены у нас нет машины. Одна машина вместо нескольких и один фельдшер вместо двух. Дмитрий работает сам, ведь напарника ему не дают. Кадров катастрофически не хватает. А значит, с такими успехами уже совсем скоро будет некому звонить и приезжать на вызов. Евгения Коваленко, Жанна Дучак, Марьяна Бурякова и Вячеслав Фролов. Подробности недели телеканал Интер.